Давайте все сюда где-то легко не уходить, потому что мы с вами... Попробовать свои силы в кикбоксинге, научиться грести или разыграть партию шахматы. Этим и занимались сотни барнаульцев на площадке перед Читов-ареной. А если не хотелось физически напрягаться, то можно было просто расслабиться в уютных лаунж-зонах и посмотреть танцевальные батлы. А уже внутри Читов-арены перед церемонией открытия на трибунах не было свободного места. Все началось с представления регионов. Парадом флагов представили каждую команду. Это более 400 спортсменов из 49 регионов России. Участники соревнований в шахмарках, гребли, кикбоксинге сделали на несколько дней действительно Барнаулу, Алтайский край, столицей юношеских видов этих спортов, всей столицей всей нашей страны. Наше внимание будет приковано к вашим выступлениям, дорогие друзья. Только что парад лишь только части участников под флагами своих регионов показал, какая большая наша страна. Символично, что церемония открытия Спартакеада учащихся в Барнауле проходит 7 августа. Именно в этот день, 63 года назад, наш земля Герман Титов совершил первый в истории человечества суточный полет вокруг Земли. С этим фактом и историей Алтайского края гостей знакомили через творческие номера и песни. Отрадно то, что руководители федерации сказали, что мы одна команда, что все двигаемся. Мне кажется, это и должно быть вообще в целом не только в спорте, а одна большая команда, Алтайский край, которая работает на благо нашего региона, на благо нашей страны. А после с концертом выступила известная группа «Пицца». Музыканты исполнили как новые, так и хиты из старенького. К слову, сам солист старается ежедневно заниматься спортом. «Я люблю в зальчик ходить, железки вверх вниз поднимать. Вот такой я спорт люблю. Не быстрый. Я потому что человек очень ленивый, и что-то быстрое, типа кардио или что-то бегать за мячиком, это не мое. Я люблю медленно взять штангу, приподнять, а вы сидите, приподнять, а вы сидите». В ближайшие дни шахматисты и гребцы выявят своих победителей, а вот кикбоксеры сегодня провели свои финалы. Об этом мы расскажем в следующих выпусках новостей. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.